Я рад приветствовать вас на канале Интересные Истории на любой вкус. Желаю вам приятного просмотра. Я расскажу вам, как однажды решил на одной таежной реке намыть себе золото. По рассказам, на той реке можно найти самородки золота с кулак. Я загорелся легкой наживой и решил попытать счастье. Хотя и говорили, что те места очень гиблые. Многие сгинули бесследно, кто решил рискнуть, как я. Но я тогда не верил во всю эту чертовщину. Поэтому решил попытать счастье. Я собрался в дорогу. Путь был не близкий. От моей деревни километров 15 в Пятаге пешком. И никаких дорог в то место не было. Набрал с собой консервов, воды, две фляжки и хлеба. Вышел рано утром и направился в то золотоносное место. И, конечно же, не забыл захватить с собой ружье. Без ружья в тайге опасно. Никому не хочется стать обедом для хищников. Тяжело было пробираться по лесу, где навалины деревья, и все заросло кустарником. В эту часть леса мало кто заходит. Гиблое это место. Даже не слышно было пение птиц. Мертвая тишина. Как-то не по себе стало мне. И я начал отвлекать себя другими мыслями. Целый день я пробирался к своей цели, но никак не мог выйти из этого леса. Может, заплутал или какой-нибудь леший не дает мне выйти в крике. Я невольно улыбнулся от своих мыслей, но в душе закралось какое-то сомнение. Вроде бы не сворачивал, шел прямо. Это расстояние должен уже был пройти, но, увы, края леса не было видно. Стало уже темнеть. Придется заночевать в лесу. Я стал присматривать подходящее место. Попалась на глаза небольшая полянка. Я насобирал дров и разжег костер. Достал консервы и стал ужинать. К этому времени лес погрузился в полную тьму. Вдруг послышался хруст ветки. Кто-то шел к моему месту ночлега. Я взял ружье в руки и направил его в ту сторону. Из кустов вышла старушка. Она опиралась на длинную палку, которая была выше ее, и сверху она заканчивалась раздвоением. Из нее сучок торчал вниз. — Здравствуй, милый человек. Разреши погреться у твоего костра. Поздоровалась и спросила старушка. — Здравствуйте, бабушка. Конечно, подходи и присаживайтесь. — ответил я. Она присела возле костра напротив меня и положила рядом свою палку. Я открыл еще одну консерву и протянул бабушке. — Покушайте и расскажите, как вы здесь очутились в такое время? — спросил я. — Спасибо, — сказала старушка и продолжила. — Да я заплутала немножко, как и ты. — Откуда вы знаете, что я заблудился? — спросил я. — В этом лесу все плутают. — Кто зайдет сюда? — ответила бабушка. И сразу продолжила. — Я домой иду. А вот ты зачем сюда зашел? Неужели разбогатеть решил? — спросила она. — А вы откуда знаете? — снова спросил я. — Долго живу. — Вот и много знаю, — ответила старушка. — Может, подскажете, в какую мне сторону идти? К реке? — спросил я. — Подсказать-то подскажу. — Ну, только не нужно тебе туда ходить. — Можешь и не вернуться оттуда, — ответила бабушка. — Что за аномальная зона здесь? — Расскажите, пожалуйста, — спросил я. — Деревня там возле реки очень старая. Люди там живут злые, — сказала старушка. — Какая деревня? По карте там нет никакой деревни. Перебил я бабушку. А она продолжила. — Деревня эта непростая. Очень древняя. Я построили люди, которые приехали сюда разбогатеть. Золото затмило им разум. Они перестали верить в Бога. Ими руководила жадность, алчность. И они убивали тех, кто приходил к их месту добычи золота. Поэтому Бог и наказал их. Теперь эта деревня исчезла. Но тот, кто идет именно в то место за золотом, попадает в эту деревню. И многие оттуда не вернулись. А кто вернулся, тот вовремя одумался и вырвался из этой, как ты говоришь, аномальной зоны. Я вижу, ты хороший человек. Но только не веришь во все это. — Вы правы, бабушка. Не верю. — ответил я. И сон начал одолевать меня. Старушка еще что-то говорила. Но я лежал возле костра и заснул. Ее голос подействовал на меня, как сностворная. Проснулся я, когда уже рассвело. Бабушки не было. Странная старушка. А может, она приснилась мне? Подумал я. Нет, не приснилась. Возле костра стояла открытая банка тушенки, которой я угощал ее. Но она к ней не притронулась. Ну да ладно. Пойду по указанному пути. Я взял рюкзак, ружье и тронулся в путь. Через пару часов я вышел на окраину леса. И, к моему удивлению, я увидел деревню возле реки. На карте этой деревни не было. В этом месте. Я подошел к ближайшему дому и увидел женщину, которая чем-то занималась в огороде. Я поздоровался. Женщина посмотрела на меня и тут же бросила свою работу. Она поспешила в дом. Меня удивило ее поведение. Я решил пойти к реке и осмотреться. Когда я подошел к берегу, то со стороны деревни послышался какой-то шум и крики. Я поставил на землю рюкзак и ружье. Посмотрел в сторону деревни и увидел, что в мою сторону спешат несколько мужчин с ружьями. Они приближались. Я услышал их крики. Они что-то говорили, что я пришел за нашим золотом. Прозвучал выстрел. Пуля попала в камень возле меня. Они с ума сошли. Пристрелят же. Я начал отступать к реке. Прозвучало еще несколько выстрелов. Пули просвистели рядом со мной. Деваться было некуда. Я не стал испытывать судьбу и прыгнул в реку, оставив рюкзак с ружьем. Течение в реке оказалось очень сильным и меня несло вниз по течению. Я подплыл к берегу. Он был скористый. Я не мог уцепиться за какой-нибудь выступ. Вдруг передо мной опустилась палка. С берега до самой воды. Я заметил, что она раздваивается на конце и ухватился за нее. Кто-то очень сильный потянул за палку и меня, как котенка, вытащил на берег. Но я оказался не на берегу, а в густом лесу. Передо мной стояла старушка со своей раздвоенной палкой. И мы находились в том месте, где я ночевал прошлой ночью и разговаривал с этой старушкой. Это вы, удивленно сказал я и огляделся. Как я сюда попал, спросил я. Хорошо, что я решила проверить, как ты добрался. Ты хорошо меня принял возле своего костра, поэтому я решила подстраховать тебя. Чувствовала беду, ответила бабушка. Я не верил во все эти чудеса, но теперь я изменил свое мнение, сказал я. И спросил, а кто вы, бабушка? Бабушка не ответила мне, а сказала. Домой тебе пора, чтобы до вечера добраться. Вон в ту сторону тебе нужно идти, старушка указала рукой. Плохо, что рюкзак с ружьем бросил у реки, сказал я. Да вот же они, сказала старушка. Я посмотрел, куда указала она и увидел, что возле дерева лежит на земле мой рюкзак с ружьем. Вот чудеса, сказал я и подошел к своим вещам. Взял рюкзак с ружьем и повернулся к старушке, чтобы поблагодарить ее. Но она исчезла. Я огляделся, но ее нигде не было. Мне как-то стало не по себе. И я побыстрее, как это возможно, пошел в ту сторону, куда указала бабушка. К вечеру я вышел к своей деревне. И больше никогда не ходил в эту часть леса. Я часто вспоминал о старушке. Кто же она, эта старушка? А может это мой ангел-хранитель в облике бабушки пришел ко мне на помощь. Это для меня останется загадкой. Вот такая история. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, и вы не пропустите новые рассказы.